МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Зиноновна, здравствуйте, рад видеть в студии Беларусь-4. Здравствуйте. Как врач-неанатолог, вот уже четверть века вы помогаете самым маленьким стать большими и сильными. Как за эти годы, за это время поменялась и отрасль, и люди, и мощности? Начнём с того, что самые маленькие – это самые сильные на сегодняшний день. Почему? Потому что, вот смотрите, если возьмём ребёнка, который весит 1 кг, не будем говорить о 500 граммах, 1 кг, вот он такой вот маленький, чуть больше ладошки, и вот этот человек, он ещё не умеет дышать, он ещё много что не умеет делать, но тем не менее он старается, он живёт, он борется. Более того, он ещё учит и родителей, и нас тому, как это надо делать. И всё-таки немало зависит от профессионализма тех, где родился этот малыш. И профессионализм, и действительно оборудование, потому что для того, чтобы выходить такого ребёнка, нужно создать условия, которые максимально приближают нахождение этого ребёнка в внутриутробных условиях. А вы изнутри знаете ситуацию. Как менялась отрасль за эти четверть века? Наука не стоит на месте. Мы развиваемся, мы двигаемся. То, что я сказала, условия должны максимально быть приближённые тем, которые помогают вырасти ребёнка, находясь внутриутробно. То есть это прежде всего инкубатор, где находится ребёнок. Уровень инкубаторов очень сильно поменялся, и то, что у нас есть на сегодняшний день, даже в нашем отделении, в нашей стране, это те инкубаторы, которые есть во всём мире. Это и влажность поддержания, и температура, это профилактика всех инфекций, потому что это тёплая влажная среда. То есть всё это абсолютно соблюдается. Дополнительное поступление кислорода, контроль за всеми параметрами. Инкубаторы на сегодняшний день, стоимость, если мы берём, это, к примеру, от 24 до 16 тысяч долларов, вот такая вот средняя цена, скажем так. А это только один инкубатор? Это только один инкубатор, да. Всё, что является начинкой ввиду червождения. Да, да. Что говорить сегодня, а вы и ваши коллеги даёте шанс на жизнь деткам, которые родились плюс-минус 500 грамм? Да, 25 лет назад выходить ребёнка с весом примерно килограмм-900 грамм, это были очень огромные усилия, это были единичные дети. Если мы, например, сравниваем с 2000 годом, то по нашему отделению в третьей клинической больнице количество таких детей увеличилось в 3,5 раза. Причём здесь уже дети 600, 700 и 400 бывает. Дети выхаживаются, это замечательные дети, это активные дети. Будучи депутатом парламента, как можете влиять на развитие утрасли в целом? Сейчас идёт обсуждение закона о здравоохранении, это самое важное для нас. И в законе о здравоохранении на первом плане идёт качество и доступность медицинской помощи. Что ещё нового будет внесено, это профессиональный риск, это то, что касается именно работы медицинских работников. То есть это защита медицинских работников. На первом плане у меня стоит создание кабинета Катамнеза. Это наблюдение за недоношенными детьми после выписки из стационара. Потому что это особенные дети и требуют, соответственно, более тщательного наблюдения. И требуется наблюдение именно специалиста, который понимает в этих детях. Вы в качестве народного избранника чуть меньше года по коллегам больницы, да и маленьким пациентам не скучаете? Я не скучаю, я осталась работать в своём отделении. Вы совмещаете? Да, да. Это возможно? Конечно, да. Медицинская, научная, педагогическая деятельность можно заниматься. Поэтому я осталась работать в своём отделении. 2020-е для всех непростое, для всех испытания, а особенно для медицинских работников по понятным причинам. Что сегодня в это непростое время хотели бы сказать своим коллегам? Это служение. То есть каждый человек, придя на свою работу, каждый медицинский работник, когда приходит на свою работу, и не важно куда, это поликлиника, это стационар, это любая сфера, он отдаёт себя людям. И поэтому нужно задумываться о том, что люди должны тоже с пониманием относиться и с уважением к этому. Прежде всего, потому что вот за те 25 лет, больше 25 лет, что я работаю, я понимаю, что к здравоохранению, к медицине стали относиться как к сфере услуг. Это не сфера услуг, это сфера помощи в первую очередь. С другой стороны, вот эта непростая ситуация, которая есть на сегодняшний день, она даёт нам понимание посмотреть вокруг себя, увидеть других людей, увидеть своих родителей, увидеть своих детей в первую очередь. Мы должны перестать быть потребителями. И ещё что хотелось бы сказать, что всё-таки мы должны видеть то, что меняется вокруг нас. И мы забыли видеть то, что меняется к лучшему. Спасибо большое. Вот так по-философски. Я благодарю вас и в вашем лице всех коллег из медицины. Успехов, крепкого здоровья и до встречи в эфире. Да, всего хорошего. Спасибо вам.